Привет, друзья! Вот у меня друг в Казахстане живёт. Ну, потрясающий, потрясающий друг, умнейший человек. Умнейший человек, философ он, философ. Конечно, он никакой не политик, никакой не этот самый, который там протестник. Нет, нормальный человек. Я тоже никакой не политик, никакой не протестник. Ну, просто хочу говорить о здравом смысле. Вот послушайте, вот что мне прислала Аслан Мултанет. В деле просветания человека все легальные средства хороши. Китай в кратчайшие сроки вывела из бедности 300 миллионов своих граждан. Идеология Китая во главе угла должен быть человек. Это антропоцентрическая модель. Китайцы руководствуются такой моделью, кажется. И применяют и капиталистические, и социалистические уклады. Умело балансируют, но неуклонно повышая уровень жизни народа. А я ему написал, по нашей модели делают, что ли? И спрашиваю, там открыт частный сектор совместно с госпланированием? НЭП? Или какой там механизм балансировки вектора духовных и материальных ценностей с открытием творческих качеств человека и защитой возможности заниматься любимым делом? И на этом деньги зарабатывают? Какое обеспечение свободного времени человека? Вот я вопросы задаю. Вот пишет мне Аслан. Китай, коммунистическая идеология и религия находятся на одном уровне. Там можно быть и атеистическим, и атеистическим, и религиозным коммунистом. Да, каким хочешь, таким будешь. Хоть атеист и коммунист, или хоть религиозный ты коммунист. То есть церковь отделена от государства. Как решил в свое время Ленин, я написал. Да, я написал, я сделал ролик на эту тему, покажу книжку нашу, национальная идея. Значит, китайцы уже, 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 большей частью нашу модель, которую мы здесь описали, а здесь моя фотография, я фото, нашел, кто сделал. Конечно, нашел. Это же ученица фотографа, сама фотограф, ученица фотографа, замечательного, моего друга, брата моего, Льва Мелехова, зовут ее. Мы ей сейчас сделаем памятник, Лариса, Лариса, вот никак не могу, старость, не радость, как говорится, Федотова, вот так, Лариса Федотова. Сделал эту чудесную фотографию, которую Лев сказал, именно ее поставь, потому что там были фотографии с улыбкой меня там, и еще какой-то такой, ну, я как фигляр, да? Да вы представьте себе, сколько раз я об этом говорил, «Национальная идея России», «Генератор творчества». Моя картина здесь, «Ангел Трубач». Ну, представляете? Ну, все было сделано, а китайцы впереди. Потому что они взяли и сами додумались, наверное, до того, что здесь написано, но здесь больше-то, но поэтому наши должны успевать, 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 хотя бы книжку эту прочитать. Тут же все дано. Да, вот это интересно, правда? Я же помню, какая-то карикатура была в «Крокодиле», когда мужик там сидит и жене своей говорит, «Слушай, голова-то у меня работает, котелок, говорит, у меня работает, а в чем дело?» Да вот, говорит, тот, говорит, какой-то, говорит, в Америке мужик изобретение сделал, миллион долларов получил. А я, говорит, давно это сделал. Котелок-то у меня, оказывается, работает. Ну, такая карикатурка с анекдотом. Так что, друзья, теперь я открываю Редера, набираю у себя в гугле Редера, чтобы посмотреть свою книжку. И там отзывы. Ну, там хорошие отзывы, хорошие, хорошие, хорошие. Вы тоже пишите хорошие отзывы, если прочитаете. Там есть бесплатная часть, тоже бесплатная такая. А там один отзыв еще я увидел. Ну, какой-то, ну, всегда найдется. Ну, всегда найдется. Американцы сделали исследование, что то, что выше ума человека, автоматически игнорируется. И дураком называется. Это очень интересно. И тест такой они провели. Да, статистика большой проверена. Человек решает какую-то задачу, и ему подкидывают решение. А он отмахивается. От меня он отмахивается. Как от помехи, как от раздражителя. И начинает прислушиваться, приглядываться по мере того, как подбирается к решению. И вот уже почти, когда уже решил, вдруг раз он это решение видит. Так вот, с чего я начал. Конечно, человек должен иметь и свое собственное рабочее место. И, конечно, должно быть планирование. Все это совмещено должно быть. И, конечно, должно быть много чего, что здесь написано. Самое главное, должен быть защищен в человеке творец. Ну, как же так? У нас религия, религия, религия. Все говорят о творце. А в человеке творец не защищен. Законы все расплывчатые. И по медицинадству, и по охране авторских прав. Ну, все расплывчато. Там и так, и так можно читать. Короче говоря, творца-то защитить надо. Это религиозные люди. А умные люди, атеисты или другие какие, физики, лирики, химики, которые наукой занимаются. Ну, давайте как-то возьмите, прочитайте. Генератор творчества. Генератор будущего. Редактор этого произведения, Федор Макаров. Этим людям, которые такие фотографии делают, такие книги пишут, а такие редакции делают хорошие. Надо вообще-то памятники ставить, как и будут потом делать. Потому что через месяц буквально у нас начнется в стране изменение. Да, изменение. Потому что, вы видите сами, пророчествую. А я в прошлый раз перед Новым годом пророчествую. Посмотрите, посмотрите у меня на YouTube-канале, где я пророчествую перед Новым годом год назад. И посмотрите, что произошло. И теперь тоже я пророчествую. Я вам говорю, посмотрите, что будет через месяц. До встречи, друзья. Ашлаан, спасибо тебе. Ашлаан, спасибо тебе.